В зависимости от гриба-возбудителя и клинической картины различают несколько групп заболеваний. Наиболее часто встречается рубромикоз. Он поражает кожу стоп, межпальцевые складки, ногти и пушковые волосы. Возбудитель заболевания грипп трихофитон рубрум. Попадая на кожу он вызывает воспаление. Развивается гиперкератоз. Появляется муковидное шелушение. Для рубромикоза характерно поражение всех четырех межпальцевых складок. Хожа воспаляется, появляются трещины. В процессе болезни наступает мацерация подошв. Появляются эрозии. Очертания приобретают фестончатый и гирляндообразный вид. Периферическая кайма становится прерывистой. Поражение ногтей начинается, как правило, с краев ногтевой пластинки большого пальца. Появляются продольные полосы. Характерные охряно желтые пятна. Интенсивно развивается под ногтевой гиперкератоз. Инфекция поражает всю толщу ногтевой пластинки. Гриб внедряется в ногтевое ложе. Со временем пластинка истончается и отделяется от ложа. Также поражаются рубромикозом и ногтю рук. Для подтверждения диагноза грибкового заболевания проводятся микроскопические исследования кожных чешуек, кусочков ногтя. Мицелий трихофитен рубрум обнаружен. Со стоп заболевание распространяется на гладкую кожу. Различают несколько форм рубромикоза. Эритем это скламозные. Круглые и овальные красные шелушащиеся пятна. Различают несколько форм рубромикоза. В развитом виде пятна сливаются и образуют очаги с отечным вишнево-красным прерывистым периферическим валиком. Отмечаются популезные высыпания застойно-красного цвета. При фолликулярно-узелковой форме популезные высыпания более выражены и сгруппированы. Болезнь может приобретать диссеминированный характер. Субтитры создавал DimaTorzok